так все поехали я нашла свою треногу но я положила на стол сюда я нашла как совершенно случайно в каких-то гробах належала нашла думаю вот сама вот вот она моя тренога там ого как здорово как круто я нашла ее положила сюда и теперь тут ее нет я не знаю где она это самое я ведь это снова перерыла но не могу найти может быть сына старше взял он любит мне сама вещи какие с моим братьям потом говорит сама не возвращать на место я это не люблю очень сильно ругают за это то что он не возвращает на место свои вещи мои мои вещи мои так ладно поехали дальше начать на вопросы мы тут сама остановились вот на этом да вот этот я почитала следующее основу какую опять-то сама 25 по поводу поливанова и не поливанова значит так просто давайте почитаем комментарии потом если что-то надо будет добавить то добавлю просто я как это основную свою как мысль уже вроде как на предыдущем ролике уже ответила просто почитаю комментарии и если что-то будет что-то новенькое то скажу чан он и чан он чан с говном с помоями если что-то начинает говорить о благозвучии честно говоря я никогда мне никогда раньше не было такой ситуации что чан чан с помоями меня больше чана текла ну какой большой как бы тазик такой где там люди умываются в нем по моему даже такая штука есть как-то чан называет такую большую такую баню по моему как это она как тπк джакути только ну как там не знаю как такая большая огромная такая чаша там можно залезть вот сами искупаться и там как подыгрывает какой то идет он такой тоже desarrollo чаном я не ошибаюсь это я не могу сказать у меня больше не сейчас помоями идет в портацию а именно чаном в котором ты у остыну там умываешься вот это она по поводу, я не знаю, это Луна Леонанская, если она, ну, мне так кажется, и этот комментатор, он говорит по поводу, ну, как Тян или Чан, да, вот, и говорит, что по Поливанову надо писать Тян, а поэтому, а Чан, это Чан с говном, потому что у нее ассоциация идет с Чаном с говном, вот, по поводу этих ассоциаций, я уже сказала, что я думаю, что нужно провести какие-то исследования, наверное, да, потому что, фух, вот просто, ну, потому что, вот это все, что говорю я, что говорит этот комментарий, комментатор, это все наши субъективные мнения, да, чтобы больше, как сказать, чтобы сделать какое-то объективное мнение, нужно очень много народа опросить, что они думают по поводу Чан, Тян, это самое, Широ, Сиро и т.д. вот эти вот все, как бы, все разногласия, так сказать, вывести на это самое, в список, да, и спросить у людей, это самое, причем спрашивать надо у людей не те, кто знают японский язык, а желательно у тех, кто полный, там, ноль, как бы, в японском, единственное, что они знают по-японски, там, это вот в Японии есть аниме, да, наверное, слово аниме только единственное, что они знают по-японскому, вот, и вот среди вот таких вот людей, которые не знают японский язык, ну, это, ну, им нравится манго, вот у них спросить, как вам больше вот это вот звучит, вот это лучше, или вот это вот лучше, и тогда уже прийти к какому-то объективному мнению, потому что вот все, что здесь написано, вот эти все перепалки, да, это все наши, это самое, ну, вот, субъективные мнения, мнения отдельных индивидуумов, которые, ну, нельзя применить на всех абсолютно. То, что здесь комментатор пишет, пишет, это самое, это все потому, что Поливанов, ну, по системе Поливанова нужно переводить официальные документы, и я с этим соглашаюсь, да, уже не раз соглашалась, сказала, говорила уже не раз, что, мол, официальные документы только по Поливану, потому что это правило, и их приобретать нельзя. Хотя, опять-таки, была уже дискуссия по-другому сетям. Карл, Чарльз, да, вот этот вот, был Чарльзом, принцом Чарльзом, стал Карлом, каким-то там, не помню, под номером. Тоже, мне кажется, это полный бред, это самое, давно пора это всё менять, но ни у кого руки, никому не хочется этим заниматься, потому что нужно очень много во многих местах это всё переделывать, да. А что с Поливановым, это самое, ну, видимо, либо никто не хочет его опровергивать, опровергать, точнее, да, и сама не русская, поэтому это некоторые слова тоже не очень правильно произношу, либо его никто не хочет опровергать, либо его пытаются опровергнуть, но, ну, узнали, что он всё-таки прав, да, ну, что его, так сказать, прописанин более правдиво к истине, чем какие-то другие. Вот, я недавно видела, буквально вот на днях видела, вот самый какой-то шорт, какой-то ютубер, блогер-ютубер, он рассказывал, что, мол, есть система Поливанова, а есть система хаб-хаб-бёрта, по-моему, называется. Это тот, который, собственно, на латинцу, получается, трансляция японского языка на латиницу. И, в принципе, это самое, Поливанов, он говорил, что, мол, русское звучание, оно ближе к японскому, чем американизированное, да, и поэтому лучше брать не вот этого не хаб-бёрта именно, да, а именно Поливанова. Вот, то есть, как бы, как бы, аргумент в сторону Поливанова, если что. Вот, хотя и то, и то имеет место быть. То, что мы стали жертвами англопроизношения, да, это, да, согласна с этим делом. Вот, ладно, пойдём и ходи дальше. Я об этом уже кучу раз, я уже что-то говорила, но не буду сильно на этом зацикливаться. Следующий комментарий тоже по этой самой теме. Я не рекомендую прислушиваться к этому автору, то бишь меня, писать имя Сиры как Шира. Это неправильно, восприятие этого имени русскими совершенно не важно. Ну, как сказать. Важны юридически грамотные записи звучания, основанные на системе Поливанова. Правила всегда имеют преимущество перед личностным восприятием и благозвучанием. Правила всегда звучат... Но, опять-таки, это, вот это вот правило имеет преимущество перед благозвучанием в том случае, если мы переводим документы. А если мы переводим художественные тексты, то, блин, вы читали Гарри Поттера в новом переводе? Там вообще это самое, никакой не Сивиус Снейп, да, он там владел злей. И где тут то же самое звучание? Совершенно перековыркали всё его имя, да, то есть как бы, ну, переадаптировали на русский лад. Я считаю, что в художественной литературе можно вот так вот делать. Ну, можно подумать и о благозвучании тоже. Что кому-то не нравится имя Сираки, Сасаки, Йобуне, Баба, Харамото, Йобихара, Сё и тому подобное, простите, совсем не важно. Им тоже могут не нравиться ваши имена или внешность. Про внешность мы тут ничего не говорим, мы только говорим про звучание имён. Ну, с этим я тоже согласна, то, что это самое есть очень много имён. Допустим, в немецком есть имя Свенья, то есть довольно-таки красивое немецкое имя Свенья. А по-русски звучит, как будто она свинья. Допустим, ещё какие-то там смешные такие имена были, блин, в других языках. Ой, я уже не помню, какие там. Ну, ладно, это самое, можете погуглить. Допустим, наши русские имена там некоторые, там тоже очень смешно звучат в других этих самых... А, Галина, допустим. Галина по-испански — это курица. То есть Галина Бланк — это белая курица. И всех... Ну, и если девушку зовут Галина, то испанцы немножко похихикивают, потому что она для них просто курица. Или Клава, допустим, та же самая, да. Клаудия — это самое. Это как бы... Ну, Клава, Клава. Ну, сейчас, конечно, это самое... Ну, девушки, которые зовут Клава по-русски, да, но всё равно как бы в русском языке Клава — это как будто клавиатура какая-то. Небольшую вставочку такую сделаю по поводу звучания имён. Допустим, имя Какаши приелось у русского народа именно Какаши. Хотя, по идее, по Поливанам он Какаси. Вот. И получается, что Какаси звучит почему-то хуже, чем Какаши. Хотя Какаши... Допустим, муж сказал, что там этот учитель народу зовут Какаши. Он так ржал, потому что звучит и на связи с Какашкой. Почему так это само? Почему у него учитель зовут Какашка, короче? И почему это так и принято? Ну, по идее, Какаши в русском... на русский слух звучит гораздо... должно, по идее, звучать как-то более неприятно, но оно лучше прижилось. Мне кажется, это ещё потому, что вот эти вот всякие Си, вот эти вот Кака-Си, Митсуби-Си, это самое, Досирак и так далее, это, знаете, это звучит как будто бы какая-то российская пародия на азиатов, которая, знаете, Асимоса, Кусимоса, Босисяся, вот это, знаете, вот начинается. То есть, когда мы вот это Си-Си делаем всякие разные, кажется, что мы, ну, как-то принижаем этих самых... Ну, как-то, не то же принижаем, но как-то... Ну, как-то по-россистски это сильно звучит, возможно, поэтому хочется ещё вот этот, именно вот Ши сказать, а не Си. Вот, это тоже как одна из теорий. Так, ой, что-то ещё хотел сказать? Сейчас, секундочку. По поводу имени Какаши ещё, то, что, мол, его имя переводится как Пугало. Вот. Была теория такую, я читала где-то, вы знаете, что, мол, почему Какаши приелся, потому что, типа, Пугало — это хоть что-то там смешное, да, и Какаши — это что-то там смешное, да, как по звучанию получается, что типа подходит к персонажу. Но если поглубже покопать, то Пугало, это самое, в японском, как сказать, понимании, это больше как охранник огорода, то есть там, по идее, ничего смешного нету. У нас это самое в русском языке есть такое выражение огородное Пугало, которое, ну, а в японском такого выражения, как бы, нет, оно больше, ну, когда человек слышит слово Пугало, ему больше представляется такой, как бы, образ, который отпугивает ворон, то есть он, как бы, защищает поля, ну, поля, получается, парисовые, ну, там нет, не только, защищает поля урожая, вот, поля урожая от вредителей. И, в принципе, Какаши, он такой и есть, он, как бы, защищает... Нет, Какаши! Нет, Какаши, говорит. То есть он, он защищает город, да, от родителей, да, плюс ко всему, были ещё обыграны некоторые самые сценки, допустим, когда Итачи, это самое, захватил Какаши по своё, этот самый, гензицу, там, ой, тихо, это моё, он распял Какаши это на кресте, то есть сделал его, видите, как пугало, кем он и по имени своему и является, и поэтому вороны его клевали, типа, такое, ну, какое бы, символично немножко было, что, мол, он не боится, то есть ворон, типа, его не боятся, типа, такого было, вот, это всё, что я хотела ещё добавить к этому, к благозвучанию и так далее, ёжика показывай, смотрите, ёжик, главное, наверное, здесь не звучание имени, а именно вот, не писанина, неправильное описание имени, а главное, чтобы читатель понял значение имени, вот, допустим, вот, допустим, вот, русских авторов, тоже Достоевский и так далее, там, у него, кто там по этим, как звали этих его персонажей, там, у него всегда были фамилии говорящие, то есть фамилия такая, значит, он такой-то, то есть по фамилии можно было судить о его качествах каких-то, и в японской, в японских аниме тоже в большинстве своих случаев, вот, имя вот какое-то, да, оно что-то, да, и означает, да, и нужно как переводчику манги мы должны каким-то образом сказать читателю, показать читателю, что вот это имя означает то-то, то-то, может, это примечание какое-то ставить, или еще что-то такое, а по счету того, как лучше это звучит, это самое, это вообще, наверное, такой вопрос тросипенный, ну, наверное, в каком-то случае лучше ставить звучание такое, как бы благозвучное, да, в других случаях, возможно, это реально все равно, как оно звучит, пускай оно будет сираки, просто если, допустим, сираки будет звать его, то, ну, блин, ну, не знаю, мне кажется, все равно слишком нехорошо звучит для русского уха, до сирак, допустим, то же самое, кто будет есть до сирак, никто не захочет есть до сирака, а вот до сирак нормально, никакой ассоциации плохой с этим нету, есть еще такое, как называется, детское питание было, в 90-х годах реклама, она провалилась, потому что они решили оставить это свое, то детарианское, то, название было фирмы, Бледина называется, да, и, ну, и сделали рекламу, несколько таких выпусков рекламы, там, где рекламируют детское питание Бледина, и эту Бледину никто не покупал, потом ее переименовали, она до сих пор подается, под названием, честно говоря, не знаю, я потому что, мы в Германии живем, мы это самое, здесь такой, фирмы нету, а там, как же она называлась-то, я уже не помню, ну, конечно, погуглите, кому интересно, вот эта Бледина, по-моему, она как, то ли, мое, мое солнышко, нет, не помню, не помню, честно говоря, вообще, они сделали, это русское, адаптивное, для русского слуха, нормальное название, и нормально стало подаваться, вот, так что да, то есть полюбить персонажа, которого зовут Сираки, сложнее, чем полюбить персонажа, которого зовут Шираки, вот так я бы сказала, следующее, Даша, увы, ваши рекомендации просто вредны и порочны, потакать глупости, невежеству и спорчности, не просто глупо, но и непрофессионально, а мы и непрофессионально переводим мангу, я повторяюсь уже куча раз, есть правила, система ЕД Поливанова, и их наушать нельзя, надо либо объяснять, почему, надо ли объяснять, почему нельзя, потому что это правило, которое нужно следовать только по правилам, да, ну, я уже об этом говорила тысячу раз, что это самое, что есть, что мы переводим мангу не профессионально, а как любители, и это, и на правила, в принципе, правилами в данном случае иногда можно и пренебречь, если кто не согласен, то, пожалуйста, это ваше право быть не согласным, с надзаки не понял вообще, нодзаки или нодзаки, совершенно не принципиально, нодзаки или нодзаки, совершенно не принципиально, японское учение и суть передаются вполне себе точно, смотрите, с надзаки, надзаки, это вот это дз, она читается вскликно, да, русский человек, он читает по слогам, то есть, здесь по идее слоги должны быть нодзаки, вот такие должны быть слоги, но по русским правилам у нас слог не нодзаки, а нодзаки, поэтому русский человек, который не знает правила японских звучаний, он прочитает нодзаки, 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 вот это вот д, она будет у него как бы немножко отдельно от буквы з, это самое, ну, слышится, произносится даже, и слышится произносится, и поэтому вот этот вот д, мне кажется, в данном случае было лишним, вот, как-то еще по-другому объяснить-то, в общем, русский человек, который не знает правила японского языка, а мы вот для таких людей и переводим, да, он это имя будет неправильно произносить, вот, и поэтому как бы букву д мы убираем, чтобы русскому читателю было проще понять правильность, хотя бы частично правильное произношение его имени, вот так вот. Про Диры тоже не понял, японское имя, а это все-таки мальчик, да, окей, ну, в смысле, мамушка упала, человек, не понял, японское имя вот это вот имеет долгое О, Диро, на конце, и тем самым четкое звучание Диро, последняя буква в русском получается ударный, смотрите, опять-таки, вот этот человек, который знает японский язык, он знает, как пишутся правильные эти имена, и он знает, что последняя буква О удлинена, вот кто из русских считателей, вот 12-ти там, я не знаю, с каких-то люди читают Мангу в России, с 12-ти, 13-ти, может даже гораздо младше люди начинают, там, дети начинают читать, и они совершенно не знают, что там удлинённая какая-то гласная, скорее всего, они почитают Диро, а не Диро. Как мы это можем указать? Потому что ставить ударения вот эти вот постоянно, как-то мне кажется, это не совсем корректно будет выглядеть. Последняя буква в русском получается ударный, в русском тексте это можно А. Игнорировать, как в случае не то с Роланом, не то с Роланом, это я там рассказывала историю, не то с Ивановым, не то с Ивановым, или Б. Указать примечание правильного ударения, вот, это как, это, кстати, хороший совет, если хотите, чтобы, если вы знаете, что вот это вот не Диро, и вы хотите подчеркнуть это, то делайте примечание, что ими читается именно вот так вот, а не вот так вот. Или так, примечание по ударению Диро или долготу, Диро. Вот это вот долгота, вот это вот многие русские люди не знают, что вот эта вот штучка там сверху означает, да, даже до двоеточия, что это имеется в виду продлевание. Лучше всего поставить именно ударение, если вы хотите как-то это обозначить. Это больше вопрос аккуратности, ответственности и личная культура переводчика и издателя. Мы не издатели, мы просто переводим сам себя, сами от себя тяну. Почему автор настаивает на букву, что буква И должна быть под ударением, я лично не понимаю, потому что у меня привычка такая, что я привыкла читать Диро, да, и у меня, я знаю, что он Диро, но у меня привычка такая, что он Диро. Ну, то есть это то же самое, что с этим Роландом и Роландом. Я не могу никак себя перестроить. У меня просто, ну, не знаю, мост, наверное, что-то отвечает на него, согласен. Следующее. С Роландом Дарья кого-то напоминает. А, да, я видео смотрела, там, хотите тоже перейдите по ссылочке, там, в какой-то момент из фильма, это самое, какая-то женщина, там, ну, короче, какой-то момент из фильма, там, в момент небольшой. Следующее. Совершенно не нужно тренироваться в произношении японских слов, как это, как это, как это для чего-то говорит автор. Есть правила для произношения, произнесения японских слов в русской речи, в том числе и касательно ударений, и нет смысла японизировать свою речь. В смысле, почему нет смысла японизировать свою речь? Можно слушать французскую речь с утра до ночи, но когда вы говорите по-русски, вы всё равно скажете Париж, а не Парей, не так ли? Ну, так. Я, честно, сейчас не поняла, в контексте чего этот был комментарий сказан. Ну, смотрите, если вы хотите, ну, если мы не хотим японизировать свою речь, то почему мы не будем говорить шире вместо сире, какаши вместо какаси и так далее, если мы не хотим японизировать свою речь, то самое, ну, как-то вы немножко противоречите, как вот пошло, либо я просто не очень поняла, к чему вы это имеете в виду, к чему вы хотите написать это, к чему вы написали это сообщение, вот. Дарья, как вы сказали, вот на этом минутке, кириллица или романди каким-нибудь, романди, имеется в виду романди, без букв, латиница, буквы эндов в этом слове нет, конечно же, я имела в виду именно романди, но, и опять-таки, у меня такой мозг, который очень много слов путает, как вам сказать, произношение у меня хреновое, слова у меня путаются постоянно, и там, не то, что там право-лево перебутают, там еще у меня куча из этих заморочек бывает, и то, что сказала романди вместо романди, это тоже, мне кажется, не так уж и, не такая уж и большая оплошность на самом деле, у меня бывают и похожие оплошности, если что, я как-то раз, не то, что как-то раз, короче, есть шрифт какой-то, господи, как он, Беттинаск, нет, не так, какой-то шрифт, короче, был, я его, один раз, у меня зрение не очень хорошее, да, я вот увидела там, что-то там написано такое, и вот прочитала вот так вот, да, и вот все, у меня в башке засело вот именно такое название, и все, я всегда только так его называла, потом как-то раз мне в комментариях написали, что это шрифт не такой-то, а он, ну там, нужно две буквы поменять местами, когда я его называю, и я пригляделась там, и там реально это самое, ну, название, две буквы нужно поменять местами, и это самое, но при этом все равно, я читаю этот, называю этот шрифт, то есть я знаю, что надо произвести его вот так вот, но я все равно по привычке говорю вот по-другому, и, я говорю, не, можете сказать, что я, допустим, ленивая, и не совсем не тренирую свою речь, и так далее, но возможно так оно и есть, возможно просто ленивая тварь, которая не хочет улучшать свою речь, ну, как-то так, не слежу со своей речью, и не хочу ее редактировать, опять-таки, почему? Потому что я все это делаю, не профессионально, не для какого-то огромного дохода, я это делаю просто так, от удовольствия, если кому-то что-то не нравится, спасибо, до свидания, вот так вот. Начинаю с 15 минут, про прослушивание запоминания, полная лабуда, прежде чем что-то слушать, надо четко понять, как это пишется, чтобы, услышав неверно, не запомнить неверное сочетание звуков, а то как и будете, а то так и будете, всю жизнь говорить конишуа, я что-то говорила, что там не надо читать, что-то я не очень помню, я что-то не помню, чтобы я говорила, что только послушайте японский язык, а писать не нужно, я не помню, чтобы я такого говорила, честно говоря. Ладно, поехали дальше. Как правильно писать японские имена? Это название моего ролика. По правилам. Есть система Поливанова, по ней и писать. Если же кого-то волнует, кому-то требуется благозвучие в русском языке, ради бога. Надо знать, что это будет отступление от правил, сделано в виде исключения. Исключение доступа допустимы далеко не везде. В документах, например, они не допускаются, а в художественных текстах ради бога. Вуаля. Мы только про это, про художественные тексты и говорили. Всё это время. Ой, ладно, надеюсь, больше не будет в этом про эту тему, потому что, ну, как-то, знаете, одно и то же, может быть, как-то не очень хочется. Так, у видео нет звука. У видео нет звука, потому что это было очень старое видео, я записывала его ещё, я ставила радио, включала, либо какую-то свою музыку включала и записывала видео. То есть, и когда я загрузила это видео, то авторские права позволили загрузить это видео, то есть, ещё можно было это видео слушать со звуком, а потом, через какое-то время, звук отрубили, потому что там, да, к этим мелодиям, которые были у меня изначально в этом ролике, там уже добавилось какое-то авторское право, да, ну, в дальнейшем, впоследствии, и оно как бы запретило мне этот звук использовать. Так что, да, у этого видео нет звука, потому что было нарушение авторских прав, которое, когда загружалось видео, оно как бы, его ещё не было, это нарушение, а со временем оно появилось. Вот. А удается это видео как-то мне в лом. Там, там ничего только мне не рассказывают, там просто какая-то музыка на фоне играет, я просто кликаю, кликаю, там ничего, как бы, никаких комментариев, по-моему, нету. Вот. Просто когда я под музыку делала видяхи, я в основном это ничего не рассказывала. Дальше. Спасибо большое за видео уроки, мне как новичку помогают очень сильно. Пожалуйста. Так. Можно название всех шрифтов, которые я там использовала? Ой, надо смотреть, что конкретно я там использовала. Можно, но только когда-нибудь потом, наверное. Не знаю. Посмотрим. Так, Оказывается, я и клинер, я и клинер, и ритушор. Да. Следующее. Я тоже думала, что восстановить насклиния фона после звуков это моя обязанность. Да, это самое, это что-то, что клинер и ритушор, это самое. Клин, это обычно просто-напросто те, которые стирают. То есть, от слова клин, ну, too clean, это чистить. То есть, мы просто-напросто стираем. А ритушор, это тот, кто-то еще зарисовывает эти дырочки. Бывает такое, что клинер, это один человек, а ритушор, это другой человек. Бывает такое, что в команде под клинером имеется в виду, что он и то, и другое в семействе взятое. Вот. Ну, это самое. В моем случае я просто решила, как сказать, немножко более конкретно обозначить роли в этих, в команде. Вот. А может, пожалуйста, сказать или покажите, где взять узоры для звуков. Узоры для звуков, смотрите, можно, а сейчас секундочку, как они называются, как они называются? Расторные пункты. Вот. Расторные. Это расторная, узор. Английский, русский, расторные пункты. Пункты, точки, наверное, расторные пункты. Картинки. Нет, не то, не то, не то. Как же они назывались-то? Я уже не помню, ё-моё. Расторные пункты. Расторные. Скринтоны. Скринтоны. Ну-ка. Почему растовые? Не так пишется растовые? Расторные. Мне кажется, растерные. Расторные. Нет. Скринтоны. Что я пишу? Вот, растовые скринтоны. Видите, вот, допустим, опять-таки, возвращаемся к тому, что там романтии, романтии. Растовые, растовные. Господи. Короче, это самое. Я просто, у меня русский язык, обучение русского языка мне закончится на уровне девятого класса. Потом я переехала в Германию, и я изучала уже немецкий язык. То есть, русский язык я здесь как-то изучала как иностранный. Ну, там была такая халява, типа, как тебя зовут, там надо поговорить, допустим, что ты любишь, какие-то песенки там изучали на русском языке. Ну, это всё как-то, знаете, как-то, ну, фигня-фигня полнейшая. Русский язык, как иностранный, довольно-таки легко изучать для того человека, который хорошо знал русский язык. Вот, но вот это вот произношение, да, ну, вот этих вот, всех вот этих вот нюансиков небольших, оно у меня остановилось на уровне девятого класса. Я, конечно, читаю книжки, чтобы как-то себя, там, разнообразие свой словарный запас и так далее, но всё равно у меня в голове, у меня мысли очень быстро текут в голове, то есть, я и говорю быстро, при том, когда я говорю быстро, у меня в голове мысли ещё быстрее идут, потому что, ну, как-то, не знаю, бывает такое, что даже там два потока мысли идут, как бы, вот один идёт, 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 потом сама, я его говорю, говорю, и тут же начинается идти второй поток мысли, и я из второго потока мысли выбираю, ну, как бы, вместо того, чтобы сказать вот это слово до конца, фраз до конца, я уже слово отсюда выбираю, да, и говорю не то слово, которое я должна была сказать, вот так вот. Бывает и такое. И плюс ко всему, у меня ещё несколько языков в голове, то есть, у меня немецкий и русский, они довольно-таки, ну, конечно, на русском я говорю гораздо лучше, чем на немецком, но всё равно немецкий я знаю так хорошо, что я могу даже думать на немецком, я могу изложения писать на немецком, и, ну, как-то многие слова, я даже по-русски не могу вспомнить, я лучше использую немецкое слово, и поэтому у меня вот это всё, какая-то кашика такая в голове, и вот это говорится, ростовые и растранные, это для меня это всё. Допустим, ещё к этому, ко всему вот эти вот понятия, растовые пункты, да, и так далее, я их знаю, я их учила как на немецком, То есть у меня было обучение на немецком языке. И я все эти термологии знаю на немецком языке. Как они правильно начать на русском, я тоже их не знаю. В общем, это самое. Вполне сейчас каша в голове. И если у меня будут какие-то ошибки, то, ну, блин, не обессудьте, пожалуйста. Так вот я говорю. Вообще так, в гугле ищите ростовые скринтоны, и вам нужно будет найти просто точки. Не вот это, не вот это. Блин, как они называются? Господи, точки, точки, точки. Просто какой маленький... Ах, как это найти-то? Ростовые, ростовые, низкринтон. Ростовые изображения, картинки, редакторы. Шаблон, может, шаблон. Не знаю, как по-немецки. Давайте по-немецки напишу. Растер муфтер. Растер муфтер. Вот, это уже что-то получше, да? Вот эти вот точечки. Но нужны буквально парочку точек. Муфтер, муфтер. Так. Вот типа такого нам нужно искать. Блин, где же они? Вот такая фигня. Ладно, короче, давайте это самое. Я в следующий раз это сам подготовлю, чтобы сейчас времени не терять в поисках этого всего. И отвечу на этот комментарий еще отдельно в следующем ролике. То есть, ну, дам ссылку, где это дело найти можно. Узоры для звуков. Дальше поехали. Это какая версия? Есть ли бесплатный фотошоп? Версия, честно говоря, я не помню, какая там была. Так, сейчас ответим, что там написали. В ответах почитаем. В целом, думаю, пойдет версия C6. Вот и так называется. Можно поискать пиратки, но в случае с фотошопом придется покопаться. Фотошоп есть на каждом пиратском торренте. И все адобы тоже. Да, согласна. То, что если вам нужен фотошоп бесплатно, так сказать, да, можете поискать на торрентах, кто-то, если на рут-трекере или еще где-то там. Короче, даже самую новейшую версию можно скачать. Непонятно, C6. C6 довольно-таки старая версия. И вот я когда начинала, я, по-моему, в C6 это как раз-таки и делала. Ну, первоначально. А сейчас я, допустим, скачиваю уже более новые версии. Последняя версия, которую я скачала, по-моему, в 2022 года. То есть уже 4 года назад, в принципе, можно уже и обновиться. То есть не обязательно каждый год скачивать новые версии, потому что там не особо много разницы между прям, допустим, если вы скачаете, скажем, версию 2023 года и сравните ее с 2024 года версии, то там разница не такая уж и большая. Но если разница уже там лет 5-6, да, то разница уже может быть ощутимая. И в таком случае лучше обновиться. Вот, до более новой версии. Скачать. Ну, обновиться в смысле. Ну, вы поняли, да? Не обязательно платить себе абонеменскую плату в данном случае. Спасибо за убитые уши. Перевод. Это какого года вообще видео? Введение. Ага, поняла. Это... Короче, в то время у меня вообще не было никакой техники. То есть ни микрофонная, ни этих самых, ни камеры конкретно нормальные. Там вообще, короче, беда бедой была. Очень жесткий, ну, старенький микрофон. И, конечно, пожалуйста, за ваши убитые уши. Я бы по-другому никак не могла снимать. Просто я тогда снимала из-за того, что было... Не то, что я хотела собрать какой-то там народа, контент, этот самый YouTube канал там свой раскрутить. Я эти ведяшки выкладывала, чтобы объяснить новым членам своей команды, как мы работаем с переводом в манге. Чтобы не говорить каждому одно и то же. Просто у нас там всё время был один пришёл новый участник, потом второй новый участник пришёл. Сначала одному расскажешь одно и то же, потом другому надо выговорить, потом третьему, четвертому, пятому и так далее. Короче, каждый раз одно и то же рассказывать. Мне как бы надоело. Я в конце концов решила, что я запишу вот парочку ведяшек таких вот, да, и буду просто на просто каждый раз, когда новый приходит человек, я ему говорю, вот посмотри, вот эту ведяшку, посмотри, вот эту ведяшку, вот эту ведяшку, и всё. То есть мне на качество звука тогда было, в принципе, пофиг. Главное, чтобы хоть что-то там записать, чтобы не повторяться миллион раз одно и то же, не тратить своё время на это дело. Так что да, простите за ваши убитые уши. Это так вот, как бы я, когда снимала те ролики, я не рассчитывала на то, что будут смотреть большая такая аудитория. Спасибки, пожалуйста. Так, используйте, используйте палец для прямых линий, и вообще можно найти много его применений. Спасибо за уроки. Учу свою команду Клину на твоих уроках. Пожалуйста. Я надеюсь, что это самое, что это... Вы не только на моих уроках учите, потому что мои уроки не закончены. Плюс ко всему там ещё много... Ну там, да, ну да, они не закончены. Так что да. Это, можно сказать, основа, можно там научиться, а вот более профессионально, это, конечно же, это самое, по ходу дела всё это сами там научатся. Ладно, большое спасибо, всё чётко объяснили. Я целый день с этими линиями возилась и не могла найти нормальный урок. Теперь всё должно получиться. Штампуем линии. Ага. Да, это самое... Линии можно по-разному делать. Один из способов это штампиком сделать. Главное там угол подходящий подобрать. Ещё бывают, если там линии просто прямые какие-то есть, то их можно ещё и этой ручкой дорисовать, да, только главное, чтобы эту ручку потом растиривать, чтобы она была в пиксель не превратилась. Вот. В принципе, когда у вас сохраняется картинка, она тоже как бы растириваться в пикселе. Ну, хотя... Просто, допустим, если вы будете там что-то дорисовывать, ещё какие-то элементы, то лучше сначала растиривать эту ручку, потом это самое. Дальше я буду... Вот. Об этом, по-моему, я говорила. Я, честно говоря, не помню. Записывала такое видео или нет, но ладно. Дальше. Спасибо вам большое. Вы мой спаситель. Пожалуйста. Процветной клин. На телефоне никак копировать, вставить. Клин. Как клинить под звуками вкратце? На телефоне можно это самое, всё это делать, но, опять-таки, это неудобно. Я отдельное видео запишу попозже. Я уже потом тоже говорила. Как клинить на телефонечке. Девушка, вы просто чудо. Спасибо. Приятно такое слушать, слышать. Интересное видео. А можно знать, где искать оригиналы манги? ДЛРАВНЕТ или НИСЯСИ с ВПНом. Нашли? У неё на канале есть. Просто напиши мне имя манги на английском и напиши... Просто напиши имя манги на английском и напиши ДжАПАН. Ещё можно написать слово РАВ. Р-А-В. Причём, можно написать название манги на японском. То есть вы, допустим, пишете название манги, как знаете, кликаете в Википедию, там перевести на японский язык, копируете название вот этого японских иероглифов, пишете в поисковую строку Google вот это название и дальше добавляете РАВ, да? Либо можете добавить, допустим, ZIP, вот так вот, да? И в каком-то из роликов я, кстати, рассказываю, как это можно искать. Там, блин... Ну, посмотрите, короче, у меня где-то в роликах написано, как найти японские оригиналы манги. Вот. Ещё бывают там... Я, по-моему, там всё рассказывала. То, что бывают ещё сайты, где выходит эта манга еженедельно или ежемесячно, и можно оттуда как бы скрины повытаскивать. Но, честно скажу, то, что чем... Я уже давно это не делала, и, возможно, технологии уже изменились, и из некоторых сайтов уже нельзя будет это достать. Допустим, есть ещё, я знаю, приложение для этих, для телефонов, где тоже манга выходит, обычно, на вебке, больше вебке там выходит, и как оттуда вытаскивать скрины. То есть у меня там... Раньше была лазейка, когда вытащили скрин, там, допустим, надо было... Вот, допустим, вы берёте телефон, это мой старенький телефон, берёте телефон, включаете приложение, подключаете его к компьютеру, там, знаете, через программку, как его... Тот же самый TeamView, допустим, можно использовать, чтобы перетаскивать файлики. Находите нужную папку в этом самом телефоне, то есть на компьютере находится нужную папку, которая находится на телефоне, и во время просмотра она у вас в кэше сохраняется, то есть там нужно найти папку кэш, и из этого кэша достаете файлики, они, возможно, будут даже не как картинки, а просто как какие-то цифрыки непонятные. Потом вы эти, когда цифрыки непонятно открываете в пэнте, в пэнте, или в том же фотошопе, допустим, да, вы можете, вы увидите уже эту картинку, часть, по крайней мере, вот этой картинки, и её потом конвертируете уже в JPEG, PNG и так далее. То есть можно таким способом тоже заняться. Но не все читалочки такое позволяют. Допустим, какая-то читалка, господи, меня кто-то просил, можно ли как-то с такой-то читалки вытащить, я и так, и сяк, и так пробовала, у меня никак не получалось, там они на JavaScript написали. В принципе, если бы я, допустим, хорошо бы знала бы Java, возможно, можно было там как-то эту систему обхитрить, да, и это самое, и вытащить оттуда эти картинки с кэшем каким-то образом. Но вот у меня так, на такие эксперименты, так это, руки не дошли. Так что да, если вам прям очень что-то хочется, какие-то равки повытаскивать, поищите знакомых программистов, возможно, они помогут вам справиться с вытаскиванием этих самых равок из приложений. Вот, дальше что? А, Хэй Сэй, Сэй, Сэй Бон Бон, да, была песенка такая, знают люди, это из анимешки. Как же она называется? Там эти рыжие такие, один маленький, другой большой, другая большая, романтическая комедия. Как же она проназывалась, божечки? Сейчас я давайте так загуглю. Ctrl-C, Ctrl-V, вот она, Бон Бон. А, Любовный комплекс называется. Интересная такая, старенькая, и манга старенькая, и анимешка старенькая, но такая, приятненькая. Кто хочет, может построить. Романтика. Следующее. Где ты берешь узоры? Откуда скачиваешь узоры для этих самых? Узоры для этих самых? Давайте отдельно потом напишу. Сейчас я запишу карандаш, потому что надо про узоры рассказать. Ой, что это у меня тут? Доска, дощечка упала. А, я поняла, почему она упала. Где-то у меня тут башка уже была, где я там записывала до этого. Ах, я ее потеряла куда-то. Запих свой. Ладно, так, узоры. Узоры для звуков и ростовые пункты. Пытаюсь запомнить, видите, буду стараться. Ростовые пункты. Вот так вот. Поехали дальше. Можете, пожалуйста, дать ссылку на шрифты. Про шрифты я уже рассказывала. Это был мой... Я не хочу выкладывать не готовый, так сказать, не готовый продукт. Я об этом вам рассказывала уже в первом, по-моему, видео даже. А как можно открыть второй английский слой? У меня японские сканы. Открыть второй японский слой... Во-первых, нужно скачать те самые японские слои, да? То есть, я, получается, скачиваю японские сканы, я скачиваю английские сканы. И их, получается, когда создаю фотошоповский, сначала ставлю японский оригинал. Его, это самое... Сделаю копию. То есть, японский оригинал у меня остается нетронутым. Копию, клиню. А английский я ставлю, как его... Вытаскиваю, получается, из папки, вставляю в файл фотошоповский. И там уже, как его... Включаю, выключаю, чтобы перевод был более проще, так сказать, более удобнее переводить, когда у вас есть прям подложка с английскими. Потом подложку английскую я просто-напросто убираю этот слой и оставляю только уже поклиняный японский оригинал. И там вставляю, делаю тайп. Вот так вот. Так что вставить... Открыть второй английский слой нужно перед этим сначала его скачать и вставить в файл. А открыть-закрыть там есть это самое... Есть там, где графа слои, там вот эта кнопочка в виде глаза. Это значит на... Если глаз не горит, то она невидимая. Глаз горит, значит мы это видим слой. Вот. Так, дальше что? Со скольки лет можно стать к линиям? Как вступить в какую-либо команду по переводу? Отвечают на этот вопрос, кто-то такой. Не знаю, актуальна ли эта информация для вас еще сейчас. Но сайт клинера можно начинать с трансляции до бесконечности. Зависит от команды. У всех разные требования. А вступать в группы очень легко. Обычно на каких-либо сайтах для чтения манги, в формах или где-то еще. Вы можете увидеть темы по типу набор в команду или ищем клинера, тайпера, редактора и так далее. Там вы, скорее всего, видите ссылку на соцсети команды и можете связаться с ними. Очень хороший совет. В принципе, подходит как ответ этому человечку. Единственное, что, мне кажется, что трансляции можно и раньше, в принципе. Просто обычно в команду берут людей постарше, потому что, когда совсем уже дети, получается, маленькие, еще до подросткового, до периода полового созревания, обычно к таким относятся несерьезно. И считают, что у них малолетки и ничего не имеют. В голове не бубу, малолетка, дура-дура, как говорится. Но на самом деле есть многие дети, которые там даже с 9, даже с 10 лет, они очень хорошо соображают, они могут усердно поработать, в принципе. И если им это нравится, то могут тоже они спокойно поработать. Единственное, что, потом начинается вот этот период полового созревания, и вот тут они, скорее всего, соскакивают, потому что там другие начинаются проблемы всякие, психологического, эмоционального, это любовного характера, что это, и, может сказать, будет не до манги, не до этого, и, да, скажем так, это такая, ненадолго, так сказать, такого можно, как сказать, сотрудника себе взять. Не то, что сотрудника, это не сотрудник, это, получается, как сказать, это же не работа настоящая, это просто как приятное провождение времени. Нравится переводить? Переводи. А еще, маленьких детей их не берут на переводы, потому что, ну, не то, что маленьких детей, это уже подросшие дети, их не берут на переводы, потому что считают, что их знания английского языка не настолько хороши, что переводить уже какие-то произведения, потому что, да, там, чтобы переводить с английского, нужно все-таки хорошо английский знать. Но если, допустим, в клинере, то там какие-то навыки нужны? На компьютере просто надо с фотошопом как-то заниматься, и всё. Это могут дети и в 9-10 лет спокойненько делать. Мне кажется, даже в 8, наверное, может начать усидчивость. Главное, чтобы ещё была какая-то. И желание. Главное, чтобы было ещё желание. Дальше поехали. А разве на манге не можно заработать? Например, на ре-манге. Ру-манге или ре-манге. Вроде бы ру-манга. Ой, слушайте, там было какие-то такие замутки, что там можно что-то заработать. Кто-то там даже, допустим, кто-то донатит этим команде переводчиков денежку. И эта команда переводчиков, это денежки, когда распределяется по своим сотрудникам, так сказать, кто как поработал. Нам, допустим, как-то раз был большой донат, и я его сам неудобно себе его оставлять. Я его как распределила. Потом я его часть потратила на наведение нашего сайта. Ну, там за домен нужно было заплатить, за охотин надо было заплатить. А остальное я раскидала по нашим участникам. Столько-то ему, столько-то ему. Зависит от того, кто сколько поработал, кто сколько глав, так сказать, сделал, так сказать. Вот эти вот поработал над главами. Какую-то там штаблицу там расписала. В общем, да. Но это самое, эти, все вот эти вот заработки, на самом деле, они, если вам говорят, что это официально, да, что-то там, то ни хрена это не официально. Потому что на донатах еще ладно. Да, это можно как бы спокойненько на донатах подзарабатывать. Но там не всегда много получится. Вот. Если команда большая, то сколько копеечек достанется вам, непонятно. А если вам говорят, что там будет заработная плата, да, и при этом как бы манга выкладывается на той же, там, ритм манга или еще куда-нибудь там, то, скорее всего, это какое-то уже пиратство пошло. А с пиратством нужно бороться. Либо вы выкладываете этот перевод для ознакомительства просмотра, либо вы идете в это самое, в издательство, которое занимается переводом манги, и бросите там рабочее место у них, да. Но в этих издательствах обычно берут людей с 18 лет, да. Я не знаю, 16 там возьмут или нет. Но обычно там как бы, ну, это уже как официальная работа, получается, будет у вас. То есть там нужно будет работать по определенному графику. Если вы, допустим, учитесь еще в школе, то вряд ли у вас это дело получится, работать и учиться одновременно. Ну, чтобы все зарабатывать на этом деньги. Вот. Я все хотела как-то это самое, сделать вот это все более официально, да. Там как бы проблема в том, ну, почему пиратство все? Потому что лицензии никто не покупает. То есть по идее, чтобы перевести мангу японскую на русский язык, нужно купить лицензию у японцев. Покупаешь лицензию, они пишут в лицензии, что мы разрешаем вот такому-то издательству переводить нашу мангу в количестве такого-то тиража на территории Российской Федерации, допустим так, да. И издательство начинает заниматься переводом. Продает эти мангу, зарабатывает это деньги, и вот так вот это получается. Если же лицензии нету, получается, что японцы никак не разрешили еще переводить. Ну, то есть переводить без разрешения, по идее, нельзя. Все, чем занимаемся мы, это так называемый однокомительный просмотр. Но этот однокомительный просмотр, он настолько качественно становится, что уже можно сказать, что это пиратство. Вот. Так что, получается, это за пиратство деньги, это еще худшее пиратство. Если, допустим, вы с этого никакого профита не имеете, никаких денег с этого не имеете, то ладно, там могут на вас, ну, как бы, закрыть глаза, сказать, что ладно, окей, это все равно какая-то реклама для нас, для японцев. Но если вы на этом деньги зарабатываете, то, так самое, считайте, что когда-нибудь могут до вас добраться, острофовать, и мало ли что там еще с вами делать. Так что, да, зарабатывать на этом, я бы, если хотите на это зарабатывать, то старайтесь, так самое, внедриться в издательство, которое приводит мангу. Так, а разве на манге не можно заработать... Ай, это уже тот же самый вопрос, только ответ другой был. То есть, два раза один тот же вопрос? Не поняла почему-то. Может, случайно нажал два раза. Короче, просто ответ другой же получается. То есть, здесь второй раз написали один и тот же вопрос, нельзя ли на манге зарабатывать? Ему отвечает другой же человек, команде переродчиков только через добровольные донаты вроде. Потому что, в большей части, иностранные комиксы, иностранные, иностранные комиксы, мангу, манху, маньхуа, особенно, переводят нелегально для разных миссий просмотра. Просто из душевной, душевной, душевной доброты. Вот. Ну, я, в принципе, то же самое и сказала. Святая женщина, спасибо. Здесь какая-то святая женщина, но пожалуйста. Теперь буду обращать внимание на каждую мелочь, сказала, сказал человек, клин урок номер два. В чем разница между клинером и ретушером? Фух, слишком много информации. Нужно смотреть в два прихода. Но спасибо за вашу работу. Цветной клин, дробь первый режим изображения. Ну, там, по-моему, там просто такая тематика, которая не совсем больше клину относится, а именно вот эта, как бы, более техническая деталь, да, к этому. Да, информации там, возможно, и правда много было. Спасибо, очень полезный урок. Первый клин. После установки шрифтов некоторые сайты в любом браузере стали открываться с кракозябрами. Не сталкиваюсь с этой проблемой. Нет, говорит им. Вот так. Бывает такое, нужно просто-напросто узнать, каким конкретно шрифтом проблемы и этот шрифт либо удалить, либо переустановить. Вот, то есть, у меня было как-то раз какой-то шрифт, с гугла я скачала, установила его, вроде как он должен быть нормальный, а потом бац, у меня все эти шрифты и на некоторых программах компьютера они изменились, какие-то кокозябры какие-то стали и в сайтах тоже начали кокозябры просто-напросто нужно, если, допустим, в сайтах, то это легко. То есть, вы есть, допустим, как, господи, сейчас секундочку, ай-ай-ай-ай, как это делается? Так, F12 нажимаем, инспектор, вот эту крючку, сучку нажимаем, выбираем, вот этот вот, допустим, сюда вот нажимаем, да, это у нас спайн, да, в нем у нас есть текст, вот этот текст, да, и в этом спене у нас, вот здесь у нас так вот, подписаны его характеристики. Едем вниз и ищем фонд, фонд фэмили, вот робота, фонд фэмили робота, то есть, шрифт робота. Если я на компьютер установлю шрифт под названием робота, который будет выглядеть как кокозябры, то у меня вот это все, вот это вот все будет выглядеть как кокозябры. То есть, вам нужно этот шрифт найти у себя в этом самом, в Windows, я сейчас покажу где, вот у нас диск С, кликаем дальше Windows, дальше Fonts, здесь мы, сейчас загрузится, в этом списке находим шрифт робота, его удаляем, либо переустанавливаем панно, скачивая с более надежного ресурса, возможно, как-то не оттуда, не с того сайта, как сказать, скачали. Его, значит, переустанавливаем, либо удаляем, и у вас, по идее, все должно стать нормальным, вот так вот. Но обычно вот эти вот фонд фэмили, вот этот робот, он у нас гугловский этот шрифт, и у нас веб-шрифт, бывают такие, то есть они как бы не с вашего компьютера считывают шрифты, а вот с сайта, ну, с какого-то интернет-ресурса, получается. И в данном случае неважно, какой робот у вас установлен, или даже не установлен, все равно у вас, вот тут вот будет, на сайте будут хорошо, ну, те самые шрифты, которые нужны, выставлены. Вот. Так, далее что? Ну, чуть-чуть дальше, ну, здесь где-то более понятно объяснила. Так, это после проблемы шрифт, ну, 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 у меня сейчас скоро ребенок проснется, и его нужно... Блин, нет, тут визу телефона. Привыкла, что это самое. Телефон подругой сюда, у меня вот телефон стоит, я на нем записываю. Давайте этот почитаем, этот последний, и на сегодня хватит. Здравствуйте, недавно наткнулась на в поиски на ваше видео по клину ретуши комиксов. Знаю, что у вас манго, не суть. Уже какой рок по счету смотрю, все понятно и доходчиво. Вы объясняете самых глупых, как я, с подобной демонстрацией работы того или иного инструмента в действии, за что отдельный плюс. Да, я рада, именно для... Ну, я так и хотела, так сказать, для... Ну, для... Объяснять так, чтобы даже самый маленький ребенок понял, короче, я хотела. Особенно полезным оказалась информация по уроке и уроке по штампу. Раньше я думала, что диалоговые облачка нельзя увеличивать, если текст не помещался на пару пикселей, и по-другому его, ну, никак не уместить перевод, разве что упрощать привет да хай. Но это уже что-то из ряда вон неподходящее. Да, это самое, если у вас по ширине облачка очень уж узкие, можно сделать так, что это самое, немножко его, это самое, увеличить это облачко. Главное стоит, чтобы не слишком много картинку там заслонить. Поэтому огромное вам спасибо за укрепление былых и предоставление новых познаний в данной нелегкой работе. Пускай у вас видео и не имеют красивого монтажа студийного качества видео и звука. Да, есть вот такая проблемка. Они все равно исполняют свою главную цель донести до зрителя качественно нужную ему информацию, а тем, кому оно действительно важно, наплевать на качество остальных составляющих, ведь они пришли не за этим сюда. Еще раз спасибо, прошел дальше углублять свои знания. Приятный очень этот комментарий. Спасибо вам за такие теплые слова. Вот если бы такие комментарии почаще бы читала, возможно, и не ушла бы на такой длительный отпуск декретный. Ладненько, на этом, пожалуй, закончим. В следующий раз продолжим уже вот с этого комментария. Там осталось, ну, еще много чего осталось на самом деле. Ладненько, спасибо за внимание, всем до скорых встреч, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok